Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сейчас я нахожусь в Диснейленде. Ну, точнее, я нахожусь на подходе в Диснейленд. Сегодня мы с вами будем гулять, снимать влог. Я буду показывать вам, какие есть развлечения. А вот, кстати, одно из них. Посмотрите на эту дорожку. Посмотрите. Посмотрите, как это круто! Сегодня будет насыщенный день. Но это все будет дальше. А пока я должна подготовиться. Ибо, я думаю, у вас много вопросов, что происходит. А происходит нечто странное. Сейчас я буду показывать вам, как я буду собираться в Диснейленд. И вот я только что проснулась, и думаю, вам незаметно. Я буду использовать вот это и вот это. Очередные эксперименты из моей жизни. Что это такое? Спросите вы. А я вам отвечу. Это какой-то розовый шампунь, это какой-то розовый кондиционер, который, по идее, делает твои волосы, мои волосы розовыми. Не знаю, что сейчас выйдет из душа. Я или уже розовая я. Но давайте это проверим. В общем, небольшой спойлер. Я только что вылезла из ванны и... Да! Это, блин, шампунь! Вы понимаете, это обычный шампунь и кондиционер. Они реально розовые! Я ушла сушить волосы. Боже, интересно, что получится. Надеюсь, я ничего не испортила. Прежде чем я покажу вам результат, хочу, чтобы вы заценили мой лук, который сегодня будет у меня в Диснейленде. Платье от Сире Туника. Короче, удлиненная какая-то вот такая вот штука с Ники Маусом. И шорты. Ну, шорт на всякий случай. Хотя, на самом деле, эту штуку можно спокойно носить как платье, потому что она почти по колено. Ну, что сказать? Момент истинный. Во-первых, я сниму маску. И... Как-то так выглядят мои волосы. Они еще, правда, не до конца сухие, потому что фен здесь не очень мощный. Посмотрите, шо это такое? Это реально жемчужный цвет, который я очень давно хотела себе сделать. Который обычно чревался тем, что мне потом приходилось просто срезать половину моих волос. И нашивать себе новые, потому что я просто умудрялась испоганить все, что у меня было. Но в этот раз нет. Понимаете? Это шампунь. Это шампунь плюс кондиционер. Вот знаете, вот есть, если у блондинка, сиреневый шампунь и кондиционер. Я сама ими пользуюсь. И я думаю, вы прекрасно знаете, что если такой шампунь плюс кондишенер передержать, у вас волосы примут такой, знаете, вот серо-сиреневый оттенок. Здесь, видимо, ровно то же самое только для азиатов. Так это средство чисто в Японии продается. Оно вообще не переведено ни на другие языки мира. То, видимо, она слишком концентрированная и, да, красит волосы. Короче, круто. Я рада, я довольна. Давайте теперь сделаем макияж. Я не хочу делать суперсильный макияж сегодня в Диснейленд, потому что, скорее всего, будет очень жарко, чтобы просто лишний раз кожу не забивать при такой-то жаре. Поэтому в самом начале возьму SPF крем. Нанесу его себе на лицо. Все по классике. Теперь просто-напросто накрашу мои брови. Причем даже не буду слишком сильно запариваться. Сейчас немного их расчешу и просто каплю со мной малость тонирую. Проплешины свои закрываю я и чуть придает цвета. Теперь сделаю максимально простой макияж глаз век. Но при этом я хочу сделать его такой, на немного азиатский манер. То есть стрелка, которая будет направлена вниз. И растушевка темных теней тоже вниз. Все очень-очень просто, чтобы я спокойно могла себя и классно ощущать в Диснейде. И, знаете, или хорошо получается на фоточках. Фотки нет, значит, у тебя не было. А если плохо получаешься на фотке, то я считаю, что фотки нет. Мудрость 21 века. Собственно, мой макияж образ на сегодняшний день готов. Так что можно уже выдвигаться. Мы пришли в Диснейленд. Давайте посмотрите просто на этот замок. Он же просто огромный. Я надеюсь, вы его видите. И вам не отсвечивает. Конечно, на самом деле в Диснейленде, в Токио очень приятно. Потому что людей здесь очень мало. А если они есть, то это в основном школьницы. И ты ходишь и кайфуешь. А я должна найти себе ушки. Потому что я увидела, что у кого-то тут есть плейбойские ушки. Но на самом деле они почему-то выглядят как плейбойские. Но придутся здесь. И мне они нужны. Безумно-безумно красиво. Вот такой вот шатер. Просто ах. А Тилька мимикирует подшкольницу развратную. Подними свою юбку. Аллео. А там шорты. Здесь уже по полной Диснейленде готов к Хэллоуину. Как видите, здесь всевозможные гробы и черные киски. Очень круто. Я, кстати, если что в шортах. Просто у меня туника длинная. А то сейчас начнется. Нарушай все правила. Опа. Какая кислота выходит. Сейчас мы отставили по сейчасам очередь на какой-то эксклюзивный токийский аттракцион про Винни-Пуха. Короче, походу это просто домик Винни-Пуха. Как сказал, только что сильняшка. Мы реально встали в адской очереди, чтобы посмотреть интерьер из Винни-Пуха. Что ты скажешь в свое оправдание? Достаточно эксклюзивный аттракцион. Вот это, я понимаю, экстрим. Просто экстремальнейший. А у меня ногти светят в темноте. Что? Бру! Здесь безумно жарко, потому что больше 30, как видите, на открытом площади. И мы, короче, захотели взять мороженое. Я говорю, давайте возьмем мороженое, давайте возьмем мороженое. И вот эта вот очередь на мороженое. Просто смотрите на все это великолепие. Да, мы еще не дошли. Это все еще очередь на мороженое. Короче, мы решили, что мы накатались временно. Мы пойдем еще дальше кататься. Более того, скажу, у нас будет еще целый день посвященный Диснейленду, уже другому Дисней Си. А сейчас мы пришли покушаться. Давайте покажу вам. Во-первых, я не знаю, кто взял это, но это торт. Это торт из тыквы. Она не любит тыквы. Я люблю тыкву. Я это съем. Она взяла себе вот такие вот упоротые штуки, наверное, под цвет волос. Это чувачки из истории игрушек, инопланетяшки вот эти вот. Давай с напитка попробуем? Давай. Я его уже попробовала. Я даже не знаю, это не мой напиток, это не мне покупали, но я его пью, мне очень вкусно. Это как будто смесь дюшеса, клубничного сиропа и желе. Это очень вкусно. Потом очень интересно будет съесть вот эту булочку мне, а ты ешь свой дамплинг. Эта штука с шоколадом внутри. Серьезно, да, я съем. Она очень вкусная. Я не знаю, что это за оболочка, но это безумно вкусно. Они разные по наполнению, они разные по наполнению. Блин, ну теперь будем это все есть. Давай. Ратурально обелено. А вот мы пришли в отдел с ушками. Здесь просто очень много ушек, и они очень классные. Смотрите, какие. Ушки зайчиков. Как раз то, что я хотела. Вот такие вот сиреневые ушки. И там уже всякие другие пошли прикольные спонтачки. Вот эти давай возьмем. Ну какие классные. Да, мне кажется, надо взять одну красную, другую сиреневую как раз нам под костюмы. Что ж, я купила себе ушки, которые я очень долго ждала. У меня уже были одни уши здесь на Лэнде, но у меня были ушки как бы мини. А теперь у меня здесь такой вот бантик. Мы вместе с Тилькой фоткаемся, типа мы вместе такие близняшки. А вон она идет, потерялась. Коза вообще просто нереальная. А знаете, почему она потерялась? А потому что она такая, я говорю, мне нужно достать камеру. Она такая, аааа, и ушла. А я осталась одна, и без нее. Все, пожалуйста, снимайте меня на фоне замка. Это все космическая еда, мне явно были какие-то космические штучки. А вот и она, предмет моих осуждений. Осторожно, это уже контент из другой категории. Мы пришли в замок Золушки. Так выглядит этот замок изнутри, на самом деле очень прикольно. Давайте я покажу вам немного интерьеры. Ой, а что не так случилось? Что такое? Почему такое задачное выражение лица? Я не знаю. Да, покажем подписчикам твои хоромы. Это рон-тур, дорогие мои друзья. Я рада приветствовать своих импераций. Смотрели, мне обращать внимание. Это дизайнерское решение. Как бы... В общем, сегодня второй день нахождения в Тестелэнде. Но сегодня мы идем не в Диснейленд, а в Дисней Си. Гора это самый крутой вообще тип Диснейленда во всем мире. И нам хочется, типа, самая крутая гора в мире. И я надеюсь, что она реально будет настолько крута, насколько они пишут. Пока мне Токио Си нравится Дисней больше даже, чем оригинальный. У нас очень много нецензурной речи, потому что мы просто в шоке. От того, насколько все круто. Мы вообще просто в шоке. Мы настолько в шоке, что мы даже решили, что не будем фотографироваться. Будем чисто на все это залипать, и нам будет хорошо. А еще мне хорошо смотреть на таких девчуль. Очень красивая. Только что мы испытали дикий фейл, потому что аттракционы, ради которого мы пришли. Вот это вот не работает. Ладно, попытка номер два. Теперь мы идем к Майе. Конечно, локации тут просто бомбические. И хотя бы ради фото был смысл приехать. Но я все же надеюсь, что мы будем кататься. А то мы у жены. Мы хотим, чтобы было весело. Напишите в комментах, нам будет весело. Или все будет закрыто, и мы такие, типа, лохи. Прямо, потому что людей тут мало. И реально такое чувство, что мы приехали, а тут одни. Короче, у нас с проблемой мы стоим уже 20 минут в очереди. И походу мы стоим больше не на аттракцион, а на фото с уткой. Там, короче, есть огромная утка, и мы не можем понять. Куда мы пришли, потому что очередь тупо не двигается, и запускают помалое количество людей вот в такие вот места, шатры. Так что, если у меня в инстаграме есть фотка с уткой, так что, кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, значит, мы стояли не туда. И мы простояли целый час в очередь на фотку с уткой. В общем, это была очередь на фотку с уткой. И вы знаете, что? Тилька убежала. Она реально потиханула и убежала вместе с Денисом. Я говорю олигарху, давай стоять. Не зря я тут стояла 40 минут на фотку с уткой. И знаете, что произошло? Утка ушла. Музыка, которая здесь играет. А я заяц. На самом деле я пёс. Знаете, что все себе сами дёргают? Вот и дёрнете себе. Пёс. Что? А сейчас мы пришли в королевство русалочки. Просто посмотрите на эти медузы, или вот на эти вот ракушки, или на этих у коротых рыб. Офигительно. Идём кататься дальше. У нас дилемма. Мы должны пойти только на фиолетовую. Только на фиолетовую. Хочу фиолетовую рыбу. А-а-а, рыбы слетели. А, я ушку подержу. А не хочу, чтобы они здесь слетели. А мне нравится, кстати.